приветик всем снимаю видео о своих покупках продуктовых и не только в общем то ничего особо было не нужно но по большему счету я прошла с магазином кое-что купила и спешу с вами поделиться сразу оговорюсь что в плане экономии тут что можно сказать я старалась купить то что нужно по акциям в запас или как-то иначе на что мне показалось выгодная цена я купила то что действительно закончилась холодильнике и в общем то практически никаких таких пустых хотелок не было но наверное все равно можно было бы и без чего-то обойтись так что все конечно условно я считаю что я купила все нужное но конечно нужно с точки зрения меня и моей семьи потому что в каждой семье понятное дело потребности свои так что не судите строго и в общем с ценами я буду называть что помню потому что я понятия не имею куда опять убежали чеки в общем давайте смотреть как всегда туалетная бумага зева упаковка 12 рулонов 240 рублей для меня это хорошая цена потому что обычная цена 317 я считаю что покупка достаточно выгодная салфетки бумажные каждый день подорожали теперь они стоят 20 рублей за упаковку ну по крайней мере мне так пробили но пока в общем то дешевле я ничего не знаю хотя может быть плохо смотрю жидкое мыло вот это вот мои любимые я беру его всегда на кухню овсяное молочко особая серия переливаю в дозатор замечательное мыло мне очень нравится но кухонные не в том смысле что он отмывает запахи нет просто дозатор с мылом который стоит на кухне зашел и помыть с этой целью ласка была в пятерочке по 169 рублей мое любимое молоко белый город что два пакета поставила взяла больше она была со скидкой по 59 рублей это конечно очень хорошая цена обычно стоит 69 очень хорошая но хорошая цена нормальный обожаю это молоко люблю в общем не хочу ни на что менять поэтому уж и по акции тем более надо было взять средства для митья посуды фрош зеленый лимон здесь по моему объем 500 миллилитров кажется было 99 рублей ничего не путаю а может быть чуть больше в общем как-то так упаковка сахара по моему был 34 рубля или 33 нужно было купить сахар и я взяла именно этот потому что прозрачная вот упаковка и видно какого он качества он очень мелкий я предпочитаю брать именно очень мелкий сахар потому что удобно использовать выпечки он очень быстро растворяется удобно делать с ним ягоды мы прокручиваем в холодильнике храним клюкву например да в блендере прокручиваешь сахар мы в холодильник замечательная вещь что касается овощей и фруктов не очень же кусту в этот раз из овощей перцы по 180 рублей красные но я всегда стараюсь брать красные помидоры были по 139 рублей не помню сколько взяла огурчики эти луховицкие они уже отходят по моему были по 70 рублей что ли вкус вроде как ничего что касается фруктов неказистый совершенно бананы по моему по 54 рубля просто я как-то привыкла последнее время у меня уходит общем бананчик в день я съедаю ну как то хочется персики вот какие-то мелкие по 120 рублей это было по моему в пятерочке нектарины побольше по 120 рублей и вот эти вот анжирные персики по моему по 170 или 180 я не помню где-то так в общем с фруктами и с овощами в этот раз не очень густо кабачковая икра марка дядя ваня моя мама ее как-то купила попробовала она и понравилось и в общем и мужу моему тоже понравилось они будут вдвоем на пару наворачивают эту кабачковую икру я лично больше люблю ряжский погребок хотя когда последний раз покупала я уже не помню если честно это было давно как всегда яйца каждый день и это у меня с 0 вроде как отборный беленькие все как я люблю замечательное качество 52 рубля кажется стоит десятки яиц просто вау в общем я по большему счету для себя отвариваю и просто у меня вот и яйца лежат вареные в холодильнике захотел достал съел а домашний предпочитает конечно омлет или яичницу ну кому что почему такому перейти солидному я решила приобщаться к новым крупам купила я булгур по 65 рублей ошан ошановской марки в общем смотрю вот увидел девчонок с рецептами там пп и все такое прочее все едят этот булгур я его даже ни разу никогда не пробовала я понятия не имею что это я только поняла что это как такая альтернатива рису еще одна крупная штука я решил наконец-то попробовать нут он такой красивый мне так нравится как он выглядит и как он выглядит красиво в рецептах в общем решила наконец-то приобщиться готовить правда его конечно геморрой судя по описанию все это очень долго ну что делать вкус того требует что я хочу сказать по поводу вот этой вот муки это кудесница мука пшеничная цельнозерновая 500 грамм в общем судя по всему качество у нее хорошие претензий к качеству нет но попробовав делать всякие ппшные штуки вот с этой мукой я попробовала сделать печенье пп и сырники в общем все улетело в помойку я поняла что что касается вот этих вот полезных блюд если речь идет о мясе рыбе овощах это у меня получается а вот что касается сладкого категорически нет я вот уже остановила свой выбор на конфетах на основе сухого молока вот это я делать буду продолжу с кокосовой стружкой кокосовой мукой это все да а вот вот это вот нет я поняла что мне вообще категорически не нравится вкус цельнозерновой муки не мое для меня вот изделие из нее приобретает какой-то привкус гарри как будто все сгорело уже творог мой любимый творог молочные горки пять процентов жирности в диксе было опять акция по 80 рублей но я округляю цены на самом деле 79 90 на у кого это интересует копейки по 80 рублей считаю начать не творог мы с мама обожаем не нам тоже на него подсела надо больше вообще ничего не хочу покупать кроме этого творога мы очень любим на бутерброд вот этот сыр и дам упаковка 150 грамм стоит 105 рублей есть побольше упаковки но я предпочитаю лучше знать как свежий открываешь так приятнее поэтому я беру расфасовку поменьше вот это вот по 150 грамм я проходила зима и случайно помела что мне надо заменить мочалку вот такая вот простая белых не было были только такие вот цвет слоновой кости нож куда деваться пришлось взять я покупаю обычно либо белую либо зеленую зеленую в смысле такой кислотную салатового цвета либо от белого в атаке брала соль я всегда покупаю только такую стараюсь чтобы в запасе была одна пачка то есть если пачку я открываю значит покупаю уже следующий запас чтобы она всегда стояла 51 рубль мне нравится готовить не я к ней привыкла хотя мама до сих пор немножко не привыкнуть держится соломку потому что это я не понимаю сколько надо соли положить чтобы было как раз у нас очень свои заморочки у каждого свою соль свое масло подсолнечный растительный как бы правильнее сказать кетчуп томатный слабада обычные классические мы берем только такой если говорить как на еду там ко всяким местным штукам и переработанным я имею ввиду сосиски сардельки все прочее да у нас все это доме бывает иногда в общем по моему он был по 69 рублей если ничего не путаю но вроде как акции он не бывает по 40 по моему но акции никакой не было такие вот волжский пекарь простые стоили они вот это я точно помню 46 50 в атаке в общем да он говорит что не против сейчас я куда-нибудь подвину чтобы они не тут не мешали активе клубника и земляника это у меня мама любит вот она любит активе всякую разную покупаем ну тут раз взяли вот это вот по моему было 49 рублей что ли кажется так греческий йогурт двухпроцентный марка teos этого саушкин вернее что марка саушкин двухпроцентный я взяла самое интересное что я посмотрел какой-то рецепт и поэтому купила йогурт пришла домой и я не могу вспомнить а что за рецепт то вообще что я вообще хочу хоть хочу сделать с использованием этого йогурта я представление не имею в общем опять буду искать да надо будет просматривать на историю видео с целью разобраться с этим вопросом куда я все это дело буду использовать акция была в пятерочке и конечно я оторвалась в этот раз кофе давидов рича рома но еще и другие там вариации мы покупаем именно такую по 270 рублей это супер хорошая цена обычно пятерочки стоит 530 кажется или 529 я не помню в общем просто супер я взяла там сколько там банок оставалось мои домашние сидят плотно именно вот на этом кофе и какой бы мы не пробовали всегда возвращается к этому и сейчас уже решили что в целях экономии это не будем больше ни на что тратить деньги будем покупать только давидов и все и вот только на нем сидят всех всех домашних вкус этого кофе устраивает ну а для себя я купила как всегда у меня вот заканчивается просто там осталось на две чашки кофе растворимый каждый день сублимированный упаковка 50 грамм 65 рублей я обожаю вот именно эти маленькие упаковки не выветривается ничего очень удобно цена хорошая всегда очень все свежее но домашние говорят купила ну и пей мы сама нам ударом не нужен мне очень нравится ничего плохого я в нем не вижу ну конечно с позиции человека которому в общем то наплевать на кофе я ничего там не понимаю и настоящий кофе не люблю агуша любимый кефир давно что-то не покупала захотелось он все-таки самый классный поставил вот и дозировку удобная так выпил на ночь через трубочку и хорошо и пошел баиньки по моему был по 32 рубля почему перейти донисима мама моя очень любит сочным киви кажется по 55 рублей я заплатила за него да по моему 55 рублей я вот обратила внимание что-то как-то резко выросли цены на все йогурты или мне так кажется пишите что вы думаете об этом эпика полюбившийся мне размер xl вот это вот серия я ее обожаю три вкуса в ней представленных но по крайней мере мне только три встречались все три понравились но взяла что было это банан из лаки очень вкусная вещь и где тут и малина лимон очень люблю очень классно свежая такой прям из холодильника когда возьмешь и такая прелесть мамин любимый йогурт валю в этот раз я взяла ей манго она попросила купи меня манго взяли я очень люблю эпику вишни черешни это классическая их линейка мне очень нравится по моему по 39 рублей была акция в пятерочке или 36 или 39 или 36 что-то забыла совсем сметанка в этот раз из кореновки по моему 35 рублей она была кажется так я просто не помню первый разберу никогда не покупала две совершенно непонятные штуки но я купила это соусы от хайнс вот этот вот соус шоколадный и второй вишневый они были по 93 рубля это кажется дело было в перекрестке что я буду с ними делать ну не так планирую использовать как добавку к мороженому или же ну да наверно к мороженому я брала у меня больше интересовал не знаю я увидела не так понравились я взяла сразу в общем это наверное покупку отнесем в разряд хотелок все-таки какие-никакие хотелки получились в этот раз расходный материал это антибактериальные салфетки каждый день бросаю сумку мне очень нравится степень пропитки размер салфетки меня все устраивает и мне нравится душка и цена хорошая по 16 рублей не стоит классно взяла очень понравилось это вот печенье хлебный спас так называются да овсяное печенье злаковой ассорти понравилось маме и маме нужен и нет я как-то прохожу для меня она не сладкая любитель более сладких вещей они общем-то с большим интересом отнеслись к этому печенью и теперь это уже постоянные жители у нас дома стоит она 67 рублей округлила для простоты любимые в семье вафли локер 178 рублей с орешком в общем любим обожаем классные вафли я уже никакие другие вафли в общем-то и не покупаю берем только эти потому что они всегда хорошо идут и лучше зачем что-то еще милфорд с ромашкой пятерочки акция по 57 рублей и не могла не взять потому что мы очень любим ромашку милфорд мне кажется если вот брать вот эти всякие наполнители там шиповник ромашка мята не помнишь что там еще в общем самый лучший вариант это все-таки милфорд по вкусу качество ну на мой взгляд мне нравится больше всего милфор 57 рублей это очень хорошая цена просто супер поэтому конечно не раздумывая взяла покупочка так себе это донисима шейк-н-гоу йогуртный коктейль с тропическим киви манго чего-то там и крамболы да вот же нарисованный крамбол в общем совершенно небюджетная покупка стоила 79 рублей но я люблю эти вещи поэтому иногда себе покупаю мне нравится очень хотела похвалить вот такую вот штуку я закупилась в очередной раз мы просто никогда не по мне ни разу не говорила ничего про нее а может быть я говорила простите если повторяюсь в общем это приправа который продается в магазине перекресток стоит она в районе 10 рублей я как-то совершенно случайно и и попробовала началась не готовить ну естественно мясо и потом уже начала ее класть куда придется и что я заметил муж мне говорит почему это все стало настолько вкусным я не нашла никакого ответа никаких изменений больше не было кроме того что появилась вот это вот приправа я понятия не имею что там составе скорее всего он простой и примитивный ничего в нем такого особенного нету сейчас я попробую получится мясо курсировать да здесь видно в общем с этой приправой все получается просто исключительно вкусно курица индейка говядина свинина все на ура все замечательно и получается и чистое мясо хорошо это которое готовится с крупой с макаронами я имею ввиду как смесь там жаркое плов и так далее в общем все замечательно просто мы плотно сидим на этой вещи у меня мама уже закупается вот мама муж тоже говорит класс как просто супер по крайней мере вот вкус у блюда настолько замечательный что всякая вот этот вот магик нор рядом не валялась в конце концов я думаю попробовать риск небольшой с учетом цены продукта кстати я хочу сказать вот как-то полемика развелась под прошлым видео по моему я там похвалила шоколад миндаль с вафлей от от кого от россии да я говорила что мне это очень вкусно мне написали что это гадость девчонки я вот все что показываю я же ничего не рекламирую это только то что я купила на свои деньги я рассказываю просто своих впечатлениях это мой вкус и я говорю только о нем я вовсе не заставляю вас покупать и ни в коем случае не побуждаю к покупке решение принимаете только вы я просто делюсь своим впечатлением я что-то проходя мимо косметики поняла что у меня в запасе только один крем для ног у меня лежит по моему от кого перри к и все и у меня больше ничего нет мне это возмутило думаю это повод попробовать что-нибудь новенькое и бюджетненько я решила купить вот такой вот крем для ног каждый день хотел еще купить молочко для тела но вот я не увидел в нашем магазине нет в общем крем для ног взяла он был по моему 12 рублей стоил второй крем это мне уже знакомый продукт это можжевелый когда-то я покупала очень хороший крем на за нормального на низкой косметики 53 рубля и третью вещь я беру кажется в первый раз кажется такой не брала это сос увлажнение марка космия 69 рублей 50 миллилитров объем и что касается вкусняшек как это на развес вот где сухофрукты продают купила у нас в общем сушеную вишню она натуральная она у нее внутри косточка и и так как семечки знаете засунул в рот и скоблишь ее там зубами эту косточку да ну и ешь что там осталось что к ней присохла в общем я к чему все это к чему все это покупка там я большой поклонник карлсон и люблю книжку про карлсона а там если вот вы читали то знаете у него висела висел мешок сушеных вишен под потолком они с малышом потом ели там в общем сидя на крыше и сплевывали косточки и косточки так барабанили по крыше падали там вниз ну в общем всякий раз когда я беру вот эту вот вишню я об этом вспоминаю и мне это не знаю мне как-то это радует почему-то не знаю успокаивает извините это было такое лирическое отступление но не могла не сказать в общем вишни классного качества а то что переработанную продаю знаете окрашены уже там с сахаром я такой не покупаю я уж лучше просто а вот кстати конфеты скидка была на халву по 299 рублей это хорошая цена обычно 412 она стоит вот да я поэтому взяла эту халву ну и любимое наслаждение в сентябре скидка в пятерочке 290 рублей за килограмм вместо 540 о ла ла почему не взять ну конечно лучше не взять потому что если постоянно есть это наслаждение с каждыми скидками которые бывают в пятерочке то в общем да потом уже я даже не знаю какой диете надо сидеть но не знаю не могу я пока пройти мимо наслаждения хотя мои домашние уже к нему так знаете с прохладцы относится лет уже надо искать что-то новенькое ну я пока пока люблю последнее что купила это мюсли мюсли гранола келлокс экстра мне это какая-то версия с ягодами я выбрала такую там было с шоколадом еще чем-то я выбрала с ягодами хорошая была цена 159 рублей мне на всяком случае показалось хороший это для меня знакомый продукт мне он понравил мне понравился больше чем от марки бионова это гранула которая без сахара в озоне я покупала по 400 рублей за пакет вот это вот за 159 рублей мне нравится больше потому что вкуснее гранулу я им обычно сухом виде да и мне вот ложкой просто оттуда из пакета вот зверский такой способ мне так нравится здесь 300 грамм и покупки очень я очень рада такой ценой я пройти не смогла но и закупилась ну вот такие вот покупки были в этот раз я с вами конечно сразу же поделилась как же иначе надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока